Нет, на самом деле... Хочется на перевыборы? Не обязательно. Смотрите, будет очень интересный момент. Вы начали с министра финансов Саша Данилюк. Очень интересный характер в этой всей истории. Он либертарианец. В голове своей он реформатор. Политически у него не было пока своей субъектности. Он основатель фонда Кахи Бенукидзе. Но ничего как политик пока не сделал. Он за полную приватизацию. Он за полный выход государства из экономики. И он в общем-то смотрит на вещи так, как на это смотрел Каха Бенукидзе. Это то, что он будет сейчас предлагать в этом правительстве, где он будет один. Он на самом деле не хотел идти в это правительство из того, что я видел. Потому что он знал, что эта дорога, наверное, в никуда. Потому что ни БПП, ни Народный фронт, ни Батькивщина, никто-то еще его в этом не поддержит. Я думаю, там будет конфликт. Я думаю, он выйдет и скажет, что ни нынешний, ни парламент, ни коалиция не готовы к серьезным реформам. И это вот будет тот выход, который начнет ломать эту коалицию и этот Кабмин. И тогда мы увидим, что кризис не завершился. Потому что интеллектуально коалиция сейчас, называйте ее как угодно технически, но коалиция БПП и Народного фронта, они банкроты. Они не знают, что делать дальше. Они поменяли людей, думая, что что-то изменится. Но на самом деле ничего не изменится. И игра будет та же самая. И вот тогда могут быть новые выборы. Может быть ситуация, когда... А я вообще не сторонник новых выборов, я должен сказать. Что мне кажется нужно делать, это толкать вот этих вот людей, этот новый Кабмин, чтобы они делали то, что нужно. Скорее всего, они этого делать не будут. И тогда, и тогда будут новые выборы. Продолжение следует...